Бодрого утра всем! Меня зовут Трауреяя из Мали, и сегодня я с вами в программе «Мое утро! Буду я!» Давайте зарядимся яркими эмоциями на весь день. Начнём с международных новостей. На фестиваль в Индии привезли манго, которые весят до 5 килограмм. Фестиваль манго в индийском городе Пхупал привлёк множество любителей сладких плодов. Но самый большой интерес вызвали гигантские манго сорта Нурджахан, которые весят от 1 до 5 килограммов. Их выращивают только в деревне Катхивара округа Алираджпур. «Ему подходит климат только этого места. Это неспелые манго, и для созревания им нужно ещё не меньше двух недель. Эти манго очень сладкие, даже когда незрелые. А созрев, станут ещё слаще». Неспелые манго весят 1-2 килограмма. По мере созревания они будут тяжелеть и станут весить от 3 до 5 килограммов. Плоды стоят от 4 до 7 долларов. Трёхдневный фестиваль организовал Национальный банк сельского хозяйства и развития сельских районов. «Фестиваль манго – хорошая возможность для фермеров заработать. Посредники платят им за манго по 40-60 центов. А здесь плоды продаются по доллару полтора. Поэтому доход удваивается». При этом на праздничной ярмарке манго стоит намного дешевле, чем в магазинах. Эти плоды очень популярны в Индии и даже считаются одним из её символов. Из неспелых манго делают салаты. Зрелые едят сырыми, обжаривают и консервируют. Плоды сорта Нурджахан выращивают в деревне Катхивара уже полвека. Всего же существует примерно 200 сортов манго. На Индию приходится 60% мирового производства этих фруктов. Настало время спорта. Выполняем пилатес и делаем тонкую талию. Тонкая талия, гибкая фигура, подтянутость. Закономерный результат занятий пилатесом. Во время тренировки помните про дыхание. Без задержек. Плавно и глубоко. В своём ритме. Выдох на напряжении. Вдох на расслаблении. Комбинация на 4 сета. Встаньте на правое колено. Левая нога вытянута в сторону. Её носок касается пола. Мяч поднимайте вверх. Локти чуть согнуты. Вдох. На выдохе, напрягая мышцы пресса, опуститесь к ровной ноге. На вдохе, в медленном темпе, примите исходное положение. На выдохе опуститесь вправо, не теряя равновесия. Выполните 8-12 раз. Боковой подъём. Необходимо опереться на мяч правым боком. Руки уберите за голову. Локти отведите в стороны. На выдохе, поднимите корпус до вертикального положения. Правое бедро, не отрываем от мяча. На вдохе, отклонитесь в исходное положение. Выполните 8-12 раз. Планка Сидя на коврике, отведите фитбол влево. Левую ладонь поставьте за спиной. Правой упирайтесь на мяч. Стопы наклоните влево. Приподнимите таз. Выполните в другую сторону. Скручивание Лягте на спину. Ноги с мячом поднимите вверх. Поясницу прижмите к полу. Ладони уберите за голову. На выдохе, ровными ногами закрутите мяч. Локтем потянитесь к колену. На вдохе, вернитесь в исходное положение. Выполняем 8-12 раз. Скручивание с фитболом. Ноги согните в коленях. Руками держите мяч. Отрывайте от пола плечи, лопатки. На выдохе потянитесь мячом к пяткам. Одновременно отведя колени в противоположную сторону. Исходное положение. Вдох. И влево. Выполните скручивание. Выполняйте 10-12 раз. Целлюлит. Что это и как бороться? Всем привет! Меня зовут Маргарита. И сегодня мы с вами говорим на такую страшную тему, как целлюлит. Это один из самых часто задаваемых вопросов. Начать нужно с того, что женщины и девушки часто путают понятия, называя целлюлитом, рябь или неровности, которые находятся в районах жировых отложений, с настоящим заболеванием, именуемым целлюлитом. Неровности кожи, которые присутствуют практически у большинства женщин, это абсолютно нормальное свойство женского организма. Дело в коллагеновых волокнах, которые удерживают жировую прослойку. У мужчин положенные ровно и больше напоминают сетку, а вот у женщин они разбросаны неравномерно и больше напоминают спутанные нитки. При интенсивном похудении рябь может стать более выраженной, как раз потому, что жировые клетки уходят неравномерно, а коллаген сохраняет свои объемы. Целлюлит – это конкретное заболевание, связанное с нарушением обмена веществ в жировой ткани. Жировые клетки начинают расти, и перетянутые соединительной тканью образуют те самые бугорки. Основными причинами являются гормональный дисбаланс и повышение эстрогенов в крови, заболевание щитовидной железы, малоподвижный образ жизни, излишнее употребление жирной и сладкой пищи, курение, алкоголь, наследственность и хронический стресс. Что же предпринять, чтобы избавиться от апельсиновой корки? Итак, первое – забудьте о вредных привычках. Забудьте про сигареты и алкоголь. Их употребление замедляет обмен веществ и крайне пагубно влияет на кожу. Второе – начните питаться правильно. Просчитайте свою суточную норму калорий, учитывая вашу активность. Разберитесь в соотношении белков, жиров, углеводов и старайтесь питаться сбалансированно. Отдавайте предпочтение свежим овощам и фруктам, легкому нежирному мясу, морепродуктам и не забывайте про полезные и богатые кальцием молочные продукты. В нашей рубрике «Фитнес-лаборатория» вы можете найти рационы по калориям и также вкусные, полезные рецепты. Третье – больше спорта, больше активности. Начните ходить в тренажерный зал или занятия по аэробике или йоге. Бегайте, занимайтесь танцами, теннисом, плаванием. Делайте утром зарядку. Выберите себе любое занятие по душе. Наслаждайтесь процессом. И вы увидите, результат не заставит себя ждать. Вы также можете заниматься и дома. Главное, помните – больше активности. И не забывайте про упражнения для ягодиц. Их вы также можете посмотреть на нашем канале. Четвертое – не относитесь скептически к такому методу избавления от проявлений целлюлита, как скрабы, обертывания или массаж. Такое воздействие на кожу улучшает кровообращение в проблемной области, подтягивает и тонизирует кожу. Сегодня мы приготовим с вами простой скраб, который поможет вам в борьбе с целлюлитом. Его вы сможете приготовить сами и использовать дома после душевых процедур. 5 ложек молотого кофе, плюс 5 ложек размолотой морской соли и 1 ложка оливкового масла. Смешиваем все ингредиенты. Сначала кожу, подверженную проявлением целлюлита, нужно распарить, приняв в ванну или использовав горячее полотенце. Потом нанести на проблемные места кофейную смесь и провести банной варежкой или мочалкой активный массаж данной зоны, после чего смыть состав. Наш скраб готов! Приятных вам банных процедур! Не забывайте, что все методы работают только в комплексе. Соблюдайте эти 4 правила, запаситесь терпением и наслаждайтесь результатом. Я люблю кухни разных народов и знаю, как приготовить куриные шашлыки с соусом сатай для пикника. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Настало время советам красоты. Как сделать заколкубант своими руками? Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы поделимся с вами необычным способом сложить футболку. Субтитры сделал DimaTorzok Топ-3 стильник образа Субтитры сделал DimaTorzok Мы покажем, как за считанные минуты создать три необычных образа, которые сделают любой ваш выход запоминающимся. Для этого отлично подойдут вещи зеленых оттенков, а в особенности драгоценного изумрудного. Он прекрасно сочетается с классическими белым, серым, черным, палитрой ньют. Благородно смотрится с глубоким синим и нежным небесным. Даже из простых базовых вещей можно создать интересные образы, сыграв на цветовых акцентах и фасонах. Первый образ – темно-синие джинсы скини в сочетании с топом насыщенного зеленого цвета. Цветовым акцентом образа станут босоножки на танкетке ярко-кораллового цвета. Второй образ – более женственный. Мини-юбка изумрудного цвета в сочетании с простым белым топом. Отличный вариант для свидания. Мы дополнили образ классическими лодочками в оттенке ньют. Но если вас ожидает приятная встреча с подругами, как у нашей героини, то сделайте выбор в пользу нарядного, но не слишком вычурного образа с юбкой и блузкой зеленых оттенков. Мы дополнили образ все теми же бежевыми туфлями и маленькой черной сумочкой кроссбоди. Для самого необходимого. Да, то, что нужно. Не бойтесь пробовать новое. Помните, что зачастую не нужно выбирать между тем, чтобы одеться со вкусом, скоростью создания образа и удобством. Надеемся, наши идеи были вам интересны и вам понравилось видео. Программа «Мое утро» подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Всем добра и любви. С вами был Трауре Яя, студент Московского областного университета. Я люблю блины и осуществил свою мечту «Видеть снег». Не переключайтесь, далее мультфильм. О, блины. Блины. Блины? Блины? А с чем блины люди? Ну, с бананом. С бананом? Да, бананом. С шоколадом? Ну, иногда с шоколадом, но с шоколадом нет. Я скажу пару слов. А у тебя тоже много братьев, сестер? Да, конечно. Сколько? Ну, нас десять. Десять? Да, десять. Программа «Мое утро» подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Всем добра и любви. С вами был Трауре Яя, студент из Московского областного университета. Я люблю... Ой. Все, не волнуйся, все хорошо. Не волнуйся, все хорошо. Ну, могу сказать, что я осуществлял свою мечту, ну, посетить, ну, увидеть снег, например. Потому что, ну, снег это было для мечта тоже. Субтитры подогнал «Симон»